Здравствуйте! В эфире программа «В фокусе» и я ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Каждую неделю я собираю самые интересные публикации мировых СМИ об Азербайджане и рассказываю о них вам. В этом выпуске выше Америки и России. Какую позицию занимает Азербайджан в мировом рейтинге безопасности? Агротуризм против экстремизма. Чему научились азербайджанцы в американском штате Оклахома? Гостеприимство Баку измерили рублем. Сколько стоят выходные в столице Азербайджана? Глобальный индекс терроризма – это комплексное исследование, которое ранжирует страны мира с точки зрения уровня террористической угрозы. В этом году Азербайджан поднялся в этом рейтинге на пять позиций, опередив не только такие страны постсоветского пространства, как Казахстан, Россию или Армению, но и некоторые европейские государства. Азербайджан, Россия, Казахстан и Украина, по данным исследователей, улучшили свои позиции в шкале глобального индекса терроризма. Причем в России количество зафиксированных терактов сократилось на треть, а количество их жертв – на 51% по сравнению с прошлым годом. Немного о самом рейтинге, он не совсем обычен. На первом месте в нем значится самая опасная в террористическом плане страна. И в этом году это Афганистан. Чем дальше от первого места, тем лучше. Поэтому позиция Азербайджана на 103-м месте из 138 возможных – это очень достойный результат. В рейтинге глобального индекса терроризма США заняли 22-ю позицию. При этом отмечен всплеск атак, не связанных с международными террористическими ячейками, в том числе со стороны ультраправых преступников. Турция заняла 16-е место, а Великобритания – 28-е. Она опережает по уровню террористической угрозы остальные европейские страны. Получается, что Азербайджан гораздо безопаснее. Впрочем, есть еще к чему стремиться. И самые безопасные страны ближе, чем кажутся. Беларусь и Туркменистан признаны наиболее безопасными странами на пространстве СНГ с точки зрения угрозы террористических атак. В уходящем году оба этих государства заняли 138-ю строчку рейтинга из 138-ми возможных, что означает практически полное отсутствие террористической угрозы. Азербайджан и Евросоюз сближаются с каждым днем, считает начальник государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов. Его интервью публикует бельгийское издание Евроактив. Электронная визовая система Азербайджана АсанВиза позволяет иностранцам получить визу всего за три часа или даже меньше. Упрощение визового режима для граждан Азербайджана, путешествующих в Евросоюз, тоже происходит, хотя эта процедура по-прежнему сложнее, чем для европейцев. Гусейнов уточнил, что Азербайджан стремится к безвизовому режиму с Европой. Но этот процесс требует сильной политической воли от всех участников, в первую очередь от самого Евросоюза. Еще один вопрос, интересующий Европу, это нелегальная миграция. Попасть на Запад транзитом через Азербайджан пытаются жители некоторых стран Юго-Восточной Азии, таких как Бангладеш или Шри-Ланка, Азербайджан не станет транзитной страной для нелегальной миграции, поскольку власти отбили охоту у международных торговцев людьми следовать этим маршрутам. Азербайджан с точки зрения безопасности хорошо организован, и те, кто намерен использовать страну в качестве транзитного пункта, знают, что шансов мало, потому что за этим следят. Оклахома – это не самый известный штат, он находится на юге США. В отличие от Кримниевой долины, здесь не сосредоточена технологическая жизнь всего мира. Зато сельское хозяйство и агротуризм здесь поставлены на высокий уровень. Именно поэтому делегация Азербайджана во главе с министром сельского хозяйства Инамом Керимовым побывала здесь с официальным визитом. Об этом сообщает американская пресса. Для штата Оклахома Азербайджан скоро станет близкой страной. В Оклахому прибыла делегация правительственных чиновников и руководителей сельхозотрасли Азербайджана для проведения ряда форумов. Задача – наладить партнерство между двумя государствами. Довольно неожиданный факт развития сельскохозяйственного туризма, оказывается, способствует безопасности в стране. Это подчеркнул в своем выступлении директор миссии агентства США по международному развитию в Азербайджане Джайдов Сингх. Успешный опыт развития агротуризма в Оклахоме будет очень полезен для Азербайджана, ведь если в страну едут туристы, значит она безопасна. Обсудили также и двустороннюю торговлю, и инвестиции, образование в области сельского хозяйства, современные технологии в животноводстве. В скором времени побратимами, очевидно, станут студенты Оклахомского университета и Азербайджанского государственного аграрного университета. Между ними начинается программа обмена. А в следующем году очередь Азербайджана принимать гостей. В страну прибудет делегация Оклахомы во главе с губернатором штата Кевином Ститом. Баку приглашает туристов, и репортаж об этом появился на российском телеканале Мир24. Журналисты не только рассказали о достопримечательностях азербайджанской столицы, но и посчитали, во сколько обойдется поездка. «Город на холме» или «Удар ветра» – так переводят название одной из красивейших столиц мира. Баку – гостеприимный город с богатым культурным наследием. Предлагаем отложить все дела и отправиться туда в ближайшие выходные, чтобы увидеть жемчужины азербайджанской архитектуры. Баку идет в ногу со временем, но при этом сохраняет шарм древнего города. Чтобы почувствовать колорит, надо посетить старинный квартал Ичириши-Хер. Здесь на каждом шагу шедевры архитектуры – от мечетей до дворцов. В Национальном музее ковра представлено около 14 тысяч экспонатов, и гордость коллекции – фрагмент ковра «Овчулук», который был соткан в 17 веке. Вход в музей стоит около 375 рублей, а ковер ручной работы из натуральной шерсти обойдется минимум в 900 монат. Это 33 тысячи рублей. Дальше советуем отправиться в лучшее здание в мире. Так его назвали на премии «Дизайн года» в 2014 году. Это культурный центр Гейдара Алиева. Словно инопланетный корабль приземлился в Баку, архитектор Заха Хадид практически не использовала прямых линий. Насыщенные культурные выходные стоит завершить в театре оперы и балета, на сцене которого выступали Майя Плесецкая, Мансеррат Кабалье и Федор Шаляпин. В азербайджанской столице можно отдохнуть, не потратив много денег. Перелет туда-обратно будет стоить 19 тысяч рублей на одного. Отели в Баку – на любой вкус. И самые дешевые – 2 тысячи рублей за ночь. Ну а у меня на этом все. С вами была программа «В фокусе» и я ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых интересных публикациях мировых СМИ об Азербайджане. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова